Пока я разделывала мясо, у меня сестра здесь уже вскопала пол огорода под помидоры готовим. Сейчас пойдем заперегноем, добывать перегной за сараями вон там. Вон там сарай, туда пойдем, а пойдем через дом. Вот за дом туда будем заходить. Сейчас вам красивую природу сниму. Вот такие виды позади дома. Горы и леса там впереди. А мы пошли добывать перегной, если найдем. Два ведра взяли. Вышли к сараям, которые еле держатся. Опасно даже. Нашли перегной, собираем. Драгоценность, сейчас будем высаживать помидоры. Вон собаки лают. Все, добыли мы перегной. Решили с сестрой высадить часть помидоров. Их там 12, но в общем половину высадим, 6 штук. И 6 Люда попозже высадит. Сказала, что будет эксперимент ставить. Сравнит, как будут расти помидоры. Какие лучше будут расти, какие быстрее будут расти. Боится заморозков. Поэтому решила половину высадить. Рассада хорошая, крепкая. Мы ее потом накрыли коробками, чтобы ее ветром не трепыхало. И чтобы затенение было в первые дни. Но мы посмотрели утром. Она хорошая стоит. Потому что перевалили. Корни не трогали. Полили хорошо. Помидоры не надо часто поливать. Раз в неделю. Но два, самое большое. Через 4-5 дней. Не чаще поливать надо. Все, посадили, удобрили, полили. Сестра меня полила немножко. Ну, ничего. Вот, высадили помидорки. Растите большие. Светите. Будьте здоровы. И плодоносите. На ужин жарю сомбалу. Сестра купила картошку. Помыла, обсыхает. Сейчас я сделаю еще рогу. И будем ужинать. А вот и рогу готова уже. Кто ужинает, всем приятного аппетита. Вот поужинали. Теперь можно и поспать на постельке. А вот такой красивый закат. Рай-центре. Я уезжаю. Приехала на станцию. Купила билетик. За 250 рублей. До Абдулина. Это дарит скульптуры. Пономаревки. Здесь магазинчики. А вот это здание очень старое-старое-старое-старое. Здесь раньше был дом пионеров. Ну и сейчас, по-моему, тоже какие-то кружки для детей. А там вот стадион. Вновь построенный. Ну, не вновь, а уже несколько лет как построено. Приехала рано очень. И приходится вот коротать время. Снимая пейзаж. Облака красивые сегодня. Сейчас покажу, как внутри на станции. Здесь все очень просто. Очень резко автобус выходит. И вот какая монстера. Красавица. Здесь интересный уголок. Возьми книгу. Дорогу называется. Кому не нужно, и книги приносят, оставляют здесь. А кто в дорогу, может взять и почитать. Я вот сейчас выбираю. Взяла Анну Ахматову почитать. Никогда не читала. Три сестры. Здесь информация. Рядом магазинчик со вкусностями. С пирожками, с выпечкой, с конфетками. Вот на этом форте я помчу до Абдулина. Я уже в Абдулина приехала. Приехали быстро. Минут сорок ехали. Хорошо вез водитель. Людей немного было. Даже неполный форт был этот. Вот такая площадь красивая. Вокзал. Парапоз первый. Он впервые пошел в 1888 году. А вот это башня знаменитая. Такая вокзальная площадь. Вот здесь была автостанция, которую закрыли. Все для людей делается. Куда хотите, туда идите. Когда приехали или когда уезжать. Два объявления есть. Кто ездит на Оренбург и кто на Октябрьске ездит. И все. Вокзал красивый сделали. Это Абдулина. Мои сумки. День жаркий сегодня очень. Я на ЖД вокзале. Здесь все цивильно. Все-таки. Ну вот. Автостанции нету, к сожалению. В Абдулина. Такое время. Мне все здесь полтора часа еще. Хорошо, что проверочную ленту сделали ниже. А то надо было сумки тяжелее учить. Чемоданы поднимать на метр с лишним. Цены хорошие. Дешевые, можно сказать. Сейчас пофобью. Здесь тоже библиотека есть. Выберу сейчас в поезд книжечку. Выбрала книгу себе. Почитать дорогу. Оказывается, в Оренбурге есть вот такая гора. А я даже не слышала о такой. А вот еще. Загадка природы. Загадка природы. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он вышел в путь в 1888 году Субтитры создавал DimaTorzok Вот я и поехала в Магнитогурск В следующем видео обязательно покажу вам новый вагон Очень красивый, современный Мне очень нравится в таком ездить Всем до скорой встречи Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok